Здравствуйте, уважаемые зрители канала Процветок! Накануне приближающейся весны наши комнатные растения требуют особого внимания. И сейчас самое время не только их привести в приличный вид, подрезать лишние ветки, сформировать более привлекательную крону у наших древесных растений. Наиболее частым из них является фикус. Но те части фикуса, которые мы отрежем, можно будет использовать для размножения, чтобы у вас появились новые молодые фикусы, которые вы поставите на свои окна, либо подарите своим друзьям и знакомым. Вы видите, что этот фикус, который растет у меня уже более 8 лет, сформировал такую однобокую, не очень привлекательную крону, поскольку он стоит на подоконнике и тянется к свету все время в одну сторону. Поэтому моей задачей будет его немножко выровнять, так, чтобы он смотрелся более гармонично. Мы можем попробовать получить новые растения. Что нам для этого понадобится? Во-первых, веточки желательно нарезать не очень большими. И поскольку фикус бенджамина, ну, в принципе, как и другие виды фикуса, является каучконосным растением, выделяет много млечного сока, для того, чтобы наши черенки, помещенные в почву, не загнивали и не портились, его, вот эти черенки, которые мы нарезаем. Желательно сразу поместить в воду, для того, чтобы млечный сок стек и не забивал сосуды. Ну, теперь наши веточки должны постоять, наши черенки, в воде приблизительно час. За это время млечный сок, который выделяется из сосудов этого побега, частично уйдет в воду, и наши черенки не будут так страдать, когда будут укореняться. За это время мы подготовим то, что нам необходимо для посадки. Как я черенкую фикусы? Ну, это касается не только фикуса бенджамина, это касается и других видов, таких как фикус иволисны, как фикус лировидны, который с очень крупными листьями. Черенки нарезаются подобным образом. В течение часа приблизительно выдерживаются в воде комнатной температуры их нижние срезы для того, чтобы удалить млечный сок. И после этого они высаживаются в горшочки, в которых насыпан приблизительно на две трети их высоты питательный плодородный грунт и около двух сантиметров крупного песка, строительного песка. Единственное, что строительный песок очень часто содержит в больших количествах известь, и его желательно перед применением промывать. То есть у меня уже промытый песок, то есть я уже подготовила эти горшочки. для того, чтобы поддерживать более-менее постоянную влажность в наших горшочках на момент укоренения, чтобы наши побеги, которые лишены в данный момент еще корней, могли нормально укорениться, надо будет создать такую мини-тепличку. Для этой цели очень хорошо использовать обычные полиэтиленовые пакеты, которые всегда в обилии попадают в наш дом из магазина. Также я использую вот такую шпажку. Можно использовать палочку для суши. Для чего она у нас используется? Для того, чтобы наш пакет не падал, она будет как опора для нашей мини-теплички. Но это все я покажу после того, как мы посадим черенки. Наши черенки постояли около часа, и теперь можно производить их посадку в грунт. Я обычно вот этой палочкой, которая устанавливается для опоры, делаю небольшие отверстия, которые будут доходить практически до плодородного грунта, и втыкаю наши черенки в горшочек. Желательно следить за тем, чтобы большая часть листьев была повернута внутрь горшка. Устанавливаем на место нашу палочку. Вот в таком виде наши черенки фикуса будут укореняться. Как правило, в комнатных условиях при температуре около 20-25 градусов по Цельсию укоренение фикуса происходит приблизительно за три недели. В принципе, вы увидите, когда он начнет укореняться, он начнет образовывать новые побеги из спящих почек. Вверх нашей теплички. Для того, чтобы он не упускал этот полиэтилен в воду, я обычно закрываю вот такой резиночкой для денег. Самую эту резиночку желательно располагать рядышком с палочкой. То есть, она будет придерживать, не давать пакету ложиться на растение. Наши фикусы готовы перейти на свое постоянное место на укоренение. в качестве этого места нужно выбрать самое светлое место в вашем помещении, офисе, либо это жилая квартира. У меня это подоконник, который выходит на юго-западную сторону. И там они будут располагаться до того момента, когда они уже не пойдут в рост, когда у них образуются корни и молодые побеги. То есть, они будут там находиться до того момента, пока их не придется пора рассаживать по отдельным горшочкам. Почему фикусы черенкуют накануне весны? Ну, дело в том, что это связано с физиологическими циклами растениями, а кроме того, с изменением освещенности в умеренном поясе. Если мы проведем эту операцию в декабре, когда у нас самые темные и короткие дни, без дополнительной подсветки большинство наших черенков просто погибнут. Поэтому сейчас самое оптимальное время для того, чтобы размножать свои полюбившиеся комнатные растения, чтобы приводить их в привлекательный вид, ну, вы можете вообще-то попросить черенок фикуса у подруги, у соседки на работе и пополнить свой садик на подоконнике. Если вы планируете укоренять фикусы в зимнее время, не дожидаясь удлинения светового дня, то, естественно, наши растения будут нуждаться в большем количестве света, им может понадобиться подсветка. Ну, я предпочитаю все-таки использовать свободные подоконники, пока они еще не заняты рассадой подрастающей перцев, баклажанов и помидоров. Пока есть еще место для фикусов, вот это самое оптимальное время. когда конечно мы распекируем наши сеянцы овощей, то этого места у нас на подоконниках уже не будет. Надеюсь, мой рассказ будет вам полезен. Вы наконец решитесь размножить своих зеленых любимцев и ваш домашний сад будет привлекательным круглый год. С вами была Анастасия Гулис на канале Процветок. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. Жду ваших вопросов и комментариев под видео.